Друзья, привет! Вы сегодня просто со смеху со стульев попадаете, потому что происходит такой абсурд, что смеются даже дети. Я вам сегодня расскажу, ну просто очень много всего интересного. И знаете, здесь смех скорее всего не веселый, такой приятный, добрый, он скорее просто-напросто истерический. Просто присядьте поудобнее, желательно, чтобы стул был устойчивый и досмотрите до конца. Но предупреждаю, ролик будет веселый, но не весь. И начнем мы с вами с логики данного выпуска. Выпуск будет строиться на одной мысли. Вот смотрите, давайте проследим сейчас логику. Только слушайте внимательно, чтобы ничего не пропустить. Вот смотрите, логично ли утверждение, чем больше сыра, тем больше дырок? Логично, не правда ли? А логично ли утверждение, чем больше дырок, тем меньше сыра? Тоже логично утверждение, не правда ли? То есть получается, чем больше сыра, тем меньше сыра. Логично? Все логично. И если вы сейчас спросите, Антон, что ты такое несешь, друзья мои, я это вам привел неспроста. И давайте ближе к делу. Давайте с вами сейчас сядем на машину времени и переместимся на месяц назад, в 13 декабря 2021 года. И вот сейчас смотрите на свои экраны, что мы видим. Мурашка рассказал, как протекает болезнь у зараженных штаммом с буковкой О россиян. По словам главы Минздрава, он происходит с незначительными симптомами или вообще без них. Это заявлял Мурашка. Хочу сказать, что среди заболевших люди, у которых есть уже иммунитет, к штамму коронавируса у многих. И течение на этом фоне идет либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями. На сегодняшний день никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния мы не видим. Ситуация стабильная, ровная, люди на сегодняшний день получают минимальную терапию, рассказал он в интервью на Илье Аскер Заде в программе Вести на канале Россия 1. Мурашка, напомню, это наш министр здравоохранения. Перед самым новым годом 30 декабря он сделал еще одно заявление, тоже посмотрите на экраны. При штамме с буковкой О пациенты меньше находятся в стационаре. Об этом заявил он же. Опыт других стран, где вот этот штамм с буквой О широко распространяется, показывает, что требуется меньшее пребывание в стационаре, инфицированных этим штаммом. Но за счет быстрого течения и большого количества пациентов нагрузка на медицинскую систему лавинообразно возрастает. Сказал Мурашка, слова которого привел оперштаб. И теперь, друзья, мы прошли новогодние праздники, и Мурашка сделал очередное заявление. Мурашка опроверг информацию о менее тяжелом течении болезни от штамма с буковкой О. Несмотря на ряд заявлений, что омикрон дает там где-то не столь тяжелое течение, как дельта, хочу проинформировать, что, к сожалению, все-таки это не так, потому что реанимационное отделение в ковид-госпиталях и вообще койки мы контактируем с нашими коллегами за рубежом заполнены. А теперь, друзья мои, вернувшись к высказыванию про сыр, Мурашка опроверг информацию, о которой ранее заявлял Мурашка. Мурашка вывел на чистую воду Мурашка. Чем больше Мурашка, тем меньше Мурашка. Это, друзья мои, уже не просто какие-то новости политики или медицины. Это сказки барона Мюнхгаузена во главе с выседающим на ядре вот этой самой известной процедуры министром здравоохранения. Ну реально, друзья мои, на это уже без смеха просто смотреть нельзя, только этот смех действительно не какой-то добрый и хороший, этот смех истерический. Бесконечно в России можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как различные министры путаются в своих показаниях абсолютно. Причем эти показания следуют одно за одним в течение одной-двух недель. Так, проснулся министр в понедельник, так что бы сегодня заявить? А, заявлю, что все нормально. Проснулся после новогодних праздников, как-то тяжело, грустно. Скажу-ка я, что все вот совсем по-другому, что все совсем плохо. Такая логика у наших министров. Или может быть я в чем-то ошибаюсь? И помните, как в конце прошлого года нам заявляли, что все более-менее, что все хорошо, что вот этот штамм с буковкой О не такой опасный, но что и сейчас происходит? По всей видимости, не только Мурашко отпраздновал Новый год хорошо, но еще и Попова. И Попова вообще понесло по волнам высказываний. Попова здесь заделась предсказательницей и свонговала очень страшные последствия. То, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному выявлению и растущему выявлению количества случаев, связанных с COVID-инфекцией, до шестизначных цифр на территории Российской Федерации при неблагоприятном развитии, как я уже сказала, и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года. Безусловно, надо быть готовыми к развитию такого варианта событий. Друзья мои, а мне кажется, или у нее просто обалденные синяки под глазами, которые даже тоналкой не скрыла она? Может быть, мне, конечно, кажется, но если меня мои ощущения не подводят, то, судя по всему, Попова отмечала, ну ой, как хорошо. Омикрон на самом деле, это доказано уже учеными в Российской Федерации, заразнее, чем все его предыдущие варианты, варианты коронавируса. И у него более короткий инкубационный период, и он быстрее распространяется. В общем, нам преподносят теперь уже вот такую информацию, пугают россиян. И опять же, что-то мне подсказывает, что поскребли после новогодних праздников, они по сусекам посмотрели, так, а денежек-то как-то и поубавилось. Посмотрели, так, мало мы поукололи, нужно сделать больше. Виллу-то где-то там не хватает. Так, давайте-ка мы сейчас скажем, что все плохо, запугаем россиян, чтобы они бежали и делали эту процедуру, во благо Вилли где-то там в Италии. Опять же, на 100% я, конечно же, этого не утверждаю. Но вы видите, как по синусоиде просто меняется их мнение. Что Мурашка, что Попова. В общем, качает их на волнах, качает. А к берегу так прибиться они не смогли. Я вам, друзья, не зря упомянул барона Мюнхгаузена, потому что мы сейчас, как в той сказке, летим на ядре безумия куда-то далеко в пропасть. То, что Мурашка вывел на чистую воду, Мурашка, это, конечно, один вопрос. Но что же у нас с президентом? А с президентом у нас тоже очень все интересно. Помните, как Путин 11 октября 2021 года рассказывал о том, что в России собрали, ну, очень хороший урожай? Речь шла о зерне, овощах, фруктах. И он говорил, что это полностью позволило обеспечить потребности страны по основным видам продовольствия. Это было 11 октября, а 10 января 2022 года вышла вот какая новость. Урожай зерна в России оказался худшим за три года. Причем это не просто информация, которую взяли откуда-то с потолка. Эти данные выкатил Росстат. И получается ровным счетом, так же, как и сыром. Чем о большем количестве урожая Путин заявляет, тем о меньшем количестве урожая позже нам сообщает Росстат. Ядро безумия начинает хаотично вращаться. И знаете, когда смотришь на все происходящее, складывается такое ощущение, что мы всей страной едем на огромном автомобиле. Президент у нас торчит с кружечкой чая из люка. Остальная власть сидит в салоне в качестве пассажиров. Управляет непонятно, кто этого человека мы не знаем. А народ весь сидит в багажнике. Потому что, когда смотришь на подобное, когда читаешь такие новости, когда смотришь на статистики и на то, что заявляет президент, что заявляют министры, складывается ощущение того, что власть абсолютно не понимает, что происходит, не контролирует ситуацию абсолютно полностью, в том числе не контролирует ни свои мысли, ни свои высказывания, забывает о чем она говорит. Просто говорит, 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 говорит и абсолютно не важно что. Лишь бы это показали под правильным ракурсом с экранов федерального телевидения. Ну а народ, как они видимо считают, все схавает. Кстати, про вот эту самую популярную процедуру хочу вам сказать еще пару слов и перейдем к дальнейшему абсурду. Улыбка с лица постепенно пропадает. В прошлом ролике я вам рассказывал про Елену Проклову, которая попала с инсультом. Я вам привел пример, что у меня дедушка и крестный попали ровным счетом в ту же самую ситуацию. Я вам рассказывал, почему, по моему мнению, это произошло. Если не помните, я говорил о побочках. И здесь поступила еще одна новость. И эту новость я также не могу не привязать к тому, о чем говорил ранее. Вот послушайте, СМИ написали о том, что умер телеведущий Михаил Зеленский. Это был пропагандист «Россия-1». И об этом сообщил замруководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович. Сказали, что журналист скончался на 47-м году жизни, ну совсем молодой, во время отдыха в Доминикане. Но почему я вам об этом рассказываю? Да потому, что причиной назвали инсульт. 47 лет у мужика инсульт. Семье у меня два инсульта. Прокола инсульт. Зеленский инсульт. И красной нитью в моем сознании проходит «Как вы думаете, что?». И кто-то из вас скажет сейчас «Да, Антон, ты прав». Но, честно вам сказать, я не нашел информации о том, сделал он процедуру или не сделал. Но вопрос другого. Насколько мне известно, всех пропагандистов буквально чуть ли не из-под палки заставляли это делать. И что-то мне подсказывает, что Зеленский не стал исключением. Опять же, конечно, я не буду этого утверждать, я не медик. Но что-то мне подсказывает, что по бочке выстреливают вот так на раз. Ну и не зря, друзья мои, я заговорил про автомобиль и пассажиров, про то, что вся страна несется на огромной скорости, управляемая непонятно каким водителем. И хотел бы сделать акцент вашего внимания еще на нескольких моментах, которые просто нельзя пройти мимо. Сейчас мы немного перейдем к международным отношениям, потому что складывается ощущение, что мы находимся на пороге, как говорится, большого кипиша. И хочу вам напомнить о том, что американцы заявляли, что в случае нападения России на Украину, американцы запретят ввоз техники различной в нашу страну. Но это касается не только Америки, но еще и Европы. А что за этим, друзья, мы исследуем? Ну, конечно же, мы останемся один на один с нашей отечественной электроникой и техникой. Гордость за нашу электронику, конечно же, у нас на самом максимальном уровне. Мы почти все пользуемся, конечно же, етофонами. У нас у всех стиральные машинки дома, отечественные компьютеры отечественные, все отечественное. Поэтому любой абсолютно запрет ввоза в нашу страну ничем не грозит, потому что у нас производство работает на всю катушку. Но, судя по всему, так думает только Песков. Почему? А знаете, о чем он заявил? Вот цитирую его слова. Слава богу, все-таки посудомойки не относятся к категории самого-самого святого в нашем обществе. Так Песков отреагировал на заявление о том, что США сможет ограничить ввоз электроники в нашу страну. Любитель автомобилей Тесла Песков, который, как он ранее рассказывал в передаче Соловьева, ввозил в 90-е в Россию автомобили, в любом случае сможет наладить в Россию какие-то поставки для себя и для своего окружения. Но что же касается остальных россиян, конечно же, посудомойка не является абсолютно ничем святым. Но, друзья мои, давайте посмотрим вокруг нас, что нас окружает. И можете написать в комментарии, что помимо советского вот этого новогоднего стола, у вас в квартире из отечественного, но не из СССР, а именно из отечественного, из российского. Да, друзья мои, это заставляет задуматься. И это взгляд нашей власти на внешнюю политику. Но наши пропагандисты так сильно нахваливают внешнюю политику нашей власти, что, мол, молодцы, что все нас боятся, что все нас уважают. Но так как самые опытные бойцы у нас в России это пропагандисты, стоит обратить все-таки внимание на некоторые высказывания Министерства иностранных дел других стран. И в данном случае бывший глава МИД Польши, знаете, о чем заявил? Ранее Лавров заявлял об осиротевших после исчезновения организации Варшавского договора и распада Советского Союза землях. Но Радослав Сикорский заявил следующее. Уясните себе раз и навсегда. Говорю понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы никогда не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигните цели. А если полезете, еще раз дадим по яйцам. Но те, кто сейчас навострил пальчики и хочет написать что-то про Россию, про Польшу, и что, мол, я что-то хочу сказать не то, не торопитесь с выводами. Я сейчас не о внешней большей политике, а о внутренней. Хочу вам рассказать о том, что не нужно, чтобы какой-то МИД давал нашему МИДу по яйцам. Вы простите меня, но это, конечно же, цитата. И не нужно, чтобы вообще кто-то давал нам по яйцам. Почему? Потому что мы уже получили от нашей же власти по этому самому месту. В том числе получили кузбассовцы. Кузбассовцы, которые добывают уголь. Живут на богатой углем земле. Но в то же время вот что получается. Одно из изданий сообщает о том, что в Кемеровской области сейчас сохраняются проблемы с покупкой угля для населения. Жители Кемерова заявляют о том, что продажа топлива зависит от Москвы. И вот цитирую. Пришли выписывать уголь и сказали, что не подписан какой-то контракт с Москвой. И неизвестно, когда подпишут. И без этого договора нам не могут выписать уголь. Ну а ранее нам заявляли о том, что жители Кемеровской, Новосибирской, Омской областей, также Алтайского края столкнулись с небывалым дефицитом угля. Население не может купить уголь. Почему? Потому что уголь отправляют на экспорт. И что это, если не удар между ног своим же гражданам? Ну мало того, граждане уже многие начали отказываться от угля и топятся дровами. Но даже с дровами начались небывалые трудности. И о небывалых трудностях с дровами нам сообщили в Чите. Цена кубометра дров в Забайкале почти вдвое превышает порог максимальной стоимости, который был утвержден на уровне региона. Местные жители утверждают, что им выгоднее покупать топливо участников, нежели в лесхозе. По утверждению региональной службы по тарифам, стоимость кубометра дров не должна превышать 1119 рублей. Но забайкальцы утверждают, что им предлагают цену 2700 за куб. И говорят, что машина дров получается дороже, чем участников, торгующих на кольце. Об этом заявляют местные жители и друзья мои. Это не удивление, это не секрет. Сибиряки также покупают дрова примерно по тем же самым ценам. И я вам это сейчас говорю не понаслышке. Может для кого-то это кажется непонятным странным, но 2700 до 2700. Но переведу сейчас на рубли и вы поймете. При таких ценах в достаточно сильные морозы на месяц может уходить до 8-9 тысяч рублей только на отопление. Я сейчас не говорю про воду, про свет и так далее. А в среднем при таких ценах при небольших морозах получается 5-6-7 тысяч. И это мы сейчас говорим не про какие-то огромные дома, а это про домик 40-50-60 квадратов. Небольшой деревянный деревенский домик. При всем при том, что в домиках сейчас в основном живут пенсионеры, потому что молодежь убегает из деревень. И пенсионеры живут при этом на 8-10-12 тысяч рублей. Вот и считайте, что остается этим самым пенсионерам. И не нужно кому-то давать по яйцам, простите меня, повторюсь. Ну и напоследок новость такая, знаете, вот прям со стыдами на глазах. Начали со здравия, заканчиваем за упокой. Но тем не менее, друзья мои, я вам не могу об этом не рассказать, потому что сердце кровью обливается. Вот посмотрите, это Тюмень. И местные дети на камеру попросили президента Путина помочь отремонтировать аварийный дом, в котором они живут. Путин, помоги! Кирпичи, конечно, вываливаются, но хорошо, если не на нашу голову. Здесь никого нет на лестнице. Обнаружил, что окно вываливается. Сегодня или завтра стена выпадет, мы не знаем. Вот это наша вентиляция в душевой. Интересно, если первый этаж провалится под землю, то у нас будет четырехэтажка? Мама говорила, что плесень опасна. Вот это наша детская площадка. Вот места для батареи есть, а в основном батареи нет. И тут батареи нет. Какие у нас красивые окна. Алена, тебе вообще тут не дует? А вот это вообще не опасно. Я бы думал, что стена в дню, если бухнет. Дома 70 лет, долгам 70 лет. Я тогда еще не родилась. Как мне жить? А это мы тоже 70 лет, как нашему дому? Вот такое поло нам сделали. Сейчас предлагаю вам посетить наш душ. Нет вентиляции и запах очень сильный. Жутко тут находиться. Мира, как нам здесь хватает санки? Таня, у вас муниципальная квартира? Да, у нас 77-я комната. 25% муниципальных квартир по общежитию на городу не до нас. А вот это наш запасной выход в катакомбы. И на фоне этого власть рассказывает о том, как же она заботится о населении. Друзья мои, делитесь данной информацией. Показывайте данный ролик. Конечно же, бывает и смех, и грех, потому что некоторые новости уже просто невозможно не читать без истерического смеха. Но вот она, та реальность, в которой мы сейчас живем. И если правду не распространять, по экранам федерального телевидения об этом рассказывать не будут. С экранов федерального телевидения будут говорить о том, как же мы все поднимаемся с колен. Распространяйте правду, друзья мои. Подписывайтесь на канал, делитесь данным роликом. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете о том, о чем я вам сегодня рассказал. С вами были новости с Антоном Хардиным. И я не прощаюсь.